Мы продолжаем нашу презентацию российских университетов, и теперь из Москвы, из столицы России, мы перемещаемся в ее культурную столицу, которая тоже была когда-то столицей, но уже другого государства. Это Санкт-Петербург, и сейчас вам представят Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет. Тем, кому нравится дизайн, строительство, архитектура и все, что с этим связано, и расскажет нам про него Юлия Витальевна Иванова. Вы с нами на связи? Добрый день, меня слышно? Да, вас слышно, видно, вам слово, а сейчас будет ваша презентация. Добрый день, уважаемые абитуриенты, уважаемые родители. Я хочу вам представить прекрасный город Санкт-Петербург, наш университет, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. Вообще, как вы знаете, Санкт-Петербург – это город белых ночей и великолепных архитектурных традиций. Его улицы и площади, дворцы и проспекты вдохновляют на созидание и творчество. И многие мечтают изучать архитектурно-строительные науки именно здесь, в городе, называемом Северной Венецией. Нашему вузу, государственному архитектурно-строительному университету, в этом году исполнилось 190 лет. Университет был основан по приказу царя Николая I 9 мая в 1832 году. Университет является старейшим в России высшим учебным заведением архитектурно-строительного профиля с богатой историей и традициями. Является эффективным вузом по результатам мониторинга Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Мы являемся обладателями четырех звезд в проекте QSTARS. Входим в топ-100 лучших вузов России по данным агентства RIGHTS. В нашем университете обучается около 12 тысяч студентов, свыше 200 аспирантов. Из них это 800 с лишним иностранных граждан, иностранных студентов и аспирантов. Работают более 600 преподавателей. Мы у нас шесть факультетов. Наш университет за свою богатую историю подготовил более 75 тысяч специалистов, в том числе около 3000. Это из более чем 80 государств мира. На сегодняшний день ИСППГСУ является единственным вузом в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации, который осуществляет комплексную подготовку специалистов в области строительства, архитектуры, транспорта и инженерно-экологических систем. Являемся одним из крупнейших научно-исследовательских и инновационных центров. Признанный Центром повышения квалификаций и переподготовки кадров в строительной отрасли. Основные образовательные программы также вы можете увидеть на слайде. Мы готовим по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры и докторантуры. Наиболее востребованные направления подготовки в нашем университете – это, допустим, прикладная математика, информатика. Также вы можете увидеть на слайде стоимость программ в этом учебном году. Среди иностранных студентов очень востребованы программы архитектурного направления подготовки. Это архитектура, реконструкция и реставрация архитектурного наследия, дизайн архитектурной среды. Следующий, пожалуйста, слайд. Да, также направления подготовки такие, как градостроительство, строительство. Есть уникальная специальность – это строительство уникальных зданий и сооружений. Это специалитеты, обучаются у нас ребята по 6 лет. Есть новая специальность, очень востребованная – это информационные системы и технологии. Такие направления подготовки, как теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника, технология транспортных процессов, ландшафтная архитектура – тоже новое направление. Также есть много других образовательных программ, юридического, экономического профиля. То есть полный перечень вы сможете на нашем сайте посмотреть. Всем иностранным гражданам, которые к нам поступают на очную форму обучения, мы предоставляем общежитие. Наше общежитие находится в историческом центре Санкт-Петербурга. Расположено всего в 15 минутах ходьбы от главного корпуса университета. То есть нашим иностранным студентам и иногородним студентам не нужно пользоваться транспортом. Как вы понимаете, Санкт-Петербург – это большой город. И затраты на транспорт и время тоже достаточно существенны в нашей жизни. Поэтому иностранные граждане у нас проживают в комфортных условиях проживания. У нас строгая пропускная система, надежная охрана, используется видеонаблюдение. То есть общежитие подключено к интернету. В общем, гарантируется полная безопасность проживания и нахождения студентов в общежитии. И хочу отметить следующее, что у нас, несмотря на то, что это Санкт-Петербург, исторический центр города, у нас одна из самых низких стоимостей проживания в общежитии. То есть у нас общежитие для иностранных студентов стоит от полутора тысяч рублей в месяц. Ну и выше в зависимости от условий проживания. Ну вот стоимость тоже на слайде вы увидели, представлено в год. Также наш университет, помимо учебной и научной деятельности, в нашем университете активно ведется активная студенческая жизнь. У нас существуют различные секции, кружки. Есть центр студенческого досуга и творчества «Кирпич», работает фотостудия, студия современного танца, латино, танцевальная аэробика, театральная студия, студенческий хор, вокальные рок-группы, КВН есть. Есть строительные отряды, куда у нас студенты выезжают на разные объекты строительства, в разные города у нас очень активно студенты, особенно летом, выезжают на практику, на работу. Также активная спортивная жизнь в нашем вузе. Различные секции, там борьба, боксы, спортивные игры, гимнастика, полиатлон, футбол, трейбори. В общем, очень много всяких спортивных секций и кружков. Следующий слайд. Здесь представлены виды нашего прекрасного города. Что я хотела бы сказать еще? Что у нас в нашем университете иностранные студенты обучаются и на бюджетной основе, и по контракту, и по квотам правительства Российской Федерации. То есть мы ведем прием по всем направлениям и специальностям подготовки. То есть студенты, граждане СНГ могут свободно подавать свои документы, поступать к нам на бюджетные места. Причем это сделать можно дистанционно, через личный кабинет абитуриента в летний период, когда начинает работать приемная компания. Также вступительные испытания на бюджетные места вы можете пройти практически на все направления подготовки также дистанционно. То есть вы можете поступить в наш вуз дистанционно и приехать к нам на обучение уже к началу занятий, то есть к первому сентября. Также представлены фотографии наших ребят, наши студенческие отряды, наше общежитие, кстати, вот здесь прекрасный вид на реку Фонтанку, то есть исторический центр города. У нас также в вузе очень активно работает наша интерфэмили, так называемый совет иностранных обучающихся. И вот здесь как раз есть фотография нашего совета. У нас очень активные ребята иностранные. Они помогают первокурсникам очень сильно, то есть они их встречают, они их помогают с заселением, с решением бытовых вопросов. То есть те ребята, которые к нам поступают, вновь приезжают на обучение, они не брошены. То есть за ними есть тьютеры, адаптеры из старшекурсников, их сопровождают, им помогают. Поэтому в этом плане вы никогда не будете брошены, не будете оставлены. У нас очень много интересных мероприятий проводится в вузе для иностранных студентов. У нас есть интересные проекты, которые проводит как раз наш совет иностранных обучающихся для иностранных студентов. То есть не только это внеучебная деятельность, но и учебная также в учебе помогает им. Ну в общем всесторонние наши студенты привлекаются и вовлекаются в учебную жизнь и во внеучебную жизнь. Поэтому, пожалуйста, мы вас приглашаем, поступайте в наш вуз. Вот здесь представлена контактная информация нашего университета. Наше управление международной деятельностью занимается всеми вопросами. Мы встречаем, селим абитуриентов и студентов в общежитие, решаем все ваши вопросы. Вот здесь представлена наша электронная почта, телефоны. То есть мы всегда отвечаем, пожалуйста, нам звоните, пишите. То есть все контакты вот здесь есть. И мы вас приглашаем к нам в университет. Добро пожаловать к нам на учебу. И строим будущее вместе. Спасибо за внимание. Юлия Витальевна, спасибо большое за презентацию. Я правильно понимаю, если вузу 190 лет исполняется, исполнилось, то мы с вами можем найти в Петербурге здание, построенное вашим выпускником? Конечно, конечно. То есть не только в Петербурге, вообще в России, в других странах. То есть у нас наши выпускники, в том числе иностранные студенты, конечно, они строят. То есть они у нас начинают работать, я хочу сказать, по поводу трудоустройства. Что наши студенты после второго курса, большинство студентов, ну это около 90% точно, все работают. То есть они уже в различных фирмах, начинают все с практики, да, то есть работают на практике. Потом их фирмы и компании уже забирают, уже студенты, будучи там третий, четвертый, пятый курс, они уже все активно работают. Поэтому у нас, ну трудоустроенность наших студентов по специальности, ну это 100%, практически 100% составляет. Это круто, когда ты поступаешь в университет и можешь быть уверен в том, что ты начнешь работать по своей специальности, не будешь ждать окончания обучения, сколько там лет пройдет, а уже будешь получать практические навыки. Это классно. Да, приглашаем на мусор. Да, и такой вопрос у меня есть. Смотрите, будучи 11-классником, я еще не знал, на какую профессию сам поступлю, на какую программу в университет, я еще не выбрал. А в вашем университете строительных направлений очень много. Града строительства, строительство уникальных сооружений, просто строительство. Вы как можете порекомендовать как университет, какую программу выбрать? Может быть вы консультируете ребят, может они могут к вам обратиться? Конечно, конечно. Мы обязательно консультируем, да, то есть строительство это достаточно широкое направление подготовки. В строительстве есть профили, различные профили поступления, например, промышленное и гражданское строительство, есть теплогазоснабжение и вентиляция, есть водоснабжение и водоотведение. То есть, конечно, когда бетурент подает документы, он всегда может с нами проконсультироваться, что ему интересно, что ему ближе. И мы в соответствии с этим предложим ему ту программу, которая ему будет интересна. Замечательно. Все контакты были в презентации, все контакты есть на стенде этого университета, на сайте выставки. Переходите по ссылочке в описании, находите, обращайтесь и поступайте. Илья Витальевна, спасибо большое. Спасибо вам. Ждем вас.